Казалось бы, федеральный проект Летний университет 2024 только стартовал, как уже подошел к своему логическому завершению. 19 июля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла торжественная церемония закрытия одного из самых масштабных летних проектов. Две недели назад в столицу Республики Татарстан, третью столицу России, Казань, прибыли порядка 400 студентов со всего мира, если быть точнее, из 13 стран. Время летит неумолимо быстро, но участники использовали его по максимуму. Придумали, реализовали и защитили свои проекты в рамках выбранных образовательных треков, выезжали на экскурсии по городу и за его пределы, обменивались культурным кодом на мероприятиях и тематических вечеринках и просто наслаждались беззаботным, но таким продуктивным летом. Он запоминается, конечно, ребятами, участниками, которые к нам приезжают из разных стран. И я хочу сказать, что характер вообще всего мероприятия определяется теми эмоциями, теми особенностями, личностными эмоциями и особенностями, которые привносят участники, которые приехали к нам в этом году из практически 13 стран. И действительно, они очень разные, у них у всех разные желания, устремления в будущее, но их объединила вот эта вот летняя школа двухнедельная, и мы видим, что действительно здесь были созданы такие дружные команды. Ключевая цель проекта – это, конечно, популяризация российского образования, налаживание межличностного, межкультурного и межнационального общения между российскими и иностранными студентами. В этом году участие в нем приняли студенты из 13 стран. Абхазия, Азербайджан, Республики Беларусь, Южной Африки, Бразилия, Китая, Индия, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и, конечно, России. По их словам, адаптации будто и не было. С легкой руки руководства, волонтеров и преподавателей вузы, ребята смогли быстро наладить коммуникацию между собой и отправились воплощать грандиозные планы в реальность. По итогам прошлого летнего университета я встречался с ребятами во время моих поездок в Центральную Азию. Мы встречались с ребятами и общались с ними, именно участниками прошлого летнего университета. И они выражали слова благодарности, все так говорили мне, что мы до сих пор общаемся с теми ребятами, с которыми познакомились здесь. И здорово, что ребята из Казахстана подружились с ребятами из Узбекистана, Китая или Азербайджана. Я уверен, что эта дружба будет сохраняться, но всех будет объединять любовь к России и понимание того, что вот эту дружбу они нашли именно здесь, в стенах Казанского федерального университета. Образовательные треки – самая фееричная часть проекта. Ведь главное для участников не только обменяться с коллегами, уже имеющимся за плечами опытом, но и приобрести новый. Программ было шесть, и каждый студент нашел для себя именно то, что искал. Шесть треков у нас было студенческих в этом году. Я побывал на защитных проектов, я вижу, как ребята поддерживали друг друга, как они боролись за победу, как они старались лучшим образом показать те проекты, которые они разрабатывали в течение этих двух недель. И я действительно рад, что у нас получилось создать эти дружные команды. На церемонии закрытия проекта традиционно подвели итоги двух недель. Дали напутствие для дальнейшего развития и чествовали лучших из лучших, самых активных студентов. На наш взгляд, если бы им задали вопрос строчкой из одной известной российской песни «Мы встретимся снова», они бы многонациональным хором ответили «Да». Каждый, кто посетил летний университет, обязательно вернется вновь. Ну а того, кто еще думает, ждем с нетерпением в следующем году. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Тимур Ахметов, Богдан Цвященко, Хафиз Гараев, Данила Васильев. Универ Новости. Субтитры создавал DimaTorzok